так вот у меня такое качество человека возвысить возвысить человека любого человека ему нужна поддержка а здесь вот унизить унизить даже ты вот слова все выбираю оболгать как-нибудь и сказать что ты никто и еще что создается мнение год что значит а если если кто-то там чем-то там занимается то он должен тут соответствует всем критериям и питаться только сырой травой и будет бегать как олень и в воду холодную лезть и и и и т.д. и т.п. тут из голода не выходить круглый год но это ваше мнение такое а жизнь показывает совершенно иное совершенно иное что надо просто жить не тужить и других возвышать они унижать поэтому когда появляются такие вот какие-то высказывания их буду безжалостно удалять вот кобель идет старый кобель примерно возраст у нас с ним одинаков иди ко мне бродяга бродяга молодец 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 кобел и собачки бездумные собачки ласка приятного видеть идите идите поглажу тебя тоже иди поглажу тебя хорошо кто же тебя погладит а ты малявка будешь гладиться ну давай иди 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 а вот а ты что боится боится сергей такой же блогер как я значит придумал такие соревнования жми на полную это режим лежа только строгий как-то они его называют когда ноги вверх и давишь только верхнюю плечевым поясом то есть сила сила значит верхнего плечевого пояса без всяких там технических ухищрений вот я думаю принять участие в этих соревнованиях сейчас там надо самому завеситься завесить свои железяки ну и пожать ну я думаю как минимум 90 а как максимум посмотрим насколько я там подготовился восстановился а свой режим лежа которыми все там готовился думал пожать 110 ну так наметки были когда 100 пожал это я сделаю после нового года так течение пяти-десяти дней первых дней января так что пока я хожу набираюсь силы так сказать эх душа до чего ты родные места хороша ягода малина катья катерина прекрасный вид донец тихий вот он истинный донец видите раньше это была граница между русью и кем-то не татарами скорее всего турками стояли здесь крепости турецкие и вот для того чтобы убежать из турецкого полона надо было переплыть вот эту речку и все ты уже на той стороне свободен вот такие знаменательные места у нас где я живу граница на мы сейчас недалеко от границы с украиной вообще раньше это считалось дикой степью жили люди потом что-то случилось их то ли выгнали то ли побили разного рода завоеватели туда-сюда шастали и получилось так что огромное пространство вот это вот дикой степи никто не заселил не на было ничейно потом начали казаки осваивать доброе здорово все хорошо все хорошо метрами лишь да не трянули